И вновь доброго времени суток, ищет к новому Квиз Продокс, и это игра Демон Зеркало. Собственно, продолжаем. Файл 8, да? Или 9? Видимо, последний будет 8. О, да, кладбище. Я обожаю эту штуку. Давай поиграем в похороны. Какой из этих гробов пуст? Бабочка в самом первом слева. Слева от нее или от меня? Самый первый слева, 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 слева. Где она слева? Левая, это которая не права. Третья рыбка, золотая рыбка в третьем от бабочки. Так. Птичка в третьем от котенка. Котенок рядом с золотой рыбкой. А, там можешь открыть только один. Вот этот, что ли? Открыть. Здесь лежит птичка, которую ты пронзил ножом. Кажется, дверь сдала какой-то звук. Текст около двери изменился. Оставило время летчик в гроб, дорогая я. Гамовер? Опять? По-моему, ты сделан из зеркал? А, кто ты? Геймовер. Ладно, допустим. Все-таки я решила попробовать досмотреть эту анимацию. Может, я опять просто не то открывала? Да, снова не то. Все же, давайте что-нибудь думать со всем этим. Так, это у нас рыбка. Так, бабочка в самом... Слева. Да, это бабочка была. В самом первом слева. В третьем от бабочки. Птичка в третьем от котенка. Котенок рядом с золотой рыбкой. Так. И, значит, вот это вот пустой. В своих похоронных играх я видела множество созданий, испустивших свой последний вздох. Но этот котенок был особенным. Ее смерть была больше похожа на сон. О, нет! Это котенок, да? Смотри, вот это вот мы открывали. Вот это тоже. Загрузка. Оставали время лечь в гроб. Анимацию мне никакую не хотят запускаться. Просто категорически. Еще пердуны под окнами ездят. Комната сделана из зеркал. Комната плей. Комната плей. Комната плей. Комната плей. Комната плей. Комната плей. Это невозможно рассчитать. Поняла. Открой. Кропуст. Наугадку. Наугадайку чисто. Смотри, если здесь бабочка. Второй. Третий. Или она по рядам. Господи, я не знаю. Вымазаны в крови. Встал время тебе лечь в гроб, дорогая я. Ну. Теперь можно пройти. Гроб. На нем табличка с именем. Каким именем? Розария. Это мое имя, да? А? В гробу лежит письмо. Милая, я по ту сторону зеркала. Ты сказала, что хочешь попасть внутрь. Я сказала, что хочу выйти наружу. Так что, почему бы нам не поменяться мирами? Ведь я знаю, каково истинное желание моей дорогой меня. Каждый из нас хочет вернуться в свое светлое прошлое, не так ли? Мое истинное желание. Когда Шонни говорил мне верить в будущее. Но на самом деле... Жить мне осталось совсем недолго, поэтому никакого будущего для меня не будет. А вот почему? Почему что? А вот почему ты обратилась за помощью ко мне? Демона, не так ли? Теперь ты помнишь? Ведь у тебя нет будущего. Ты будешь лежать в гробу совсем одна. Всеми забытая, никем не замеченная. Вот чего ты так боялась. Вот почему ты хотела иметь друга. Ты хотела будущее, в котором ты останешься красивой навеки, не так ли? Вместе в одном гробу. Вот тот Эдем, о котором ты так мечтала. И сделаю твою мечту явью. Нет, я ведь не хотела на самом деле. Помс по голове. Кажется, лучше бы мы не открывали этот сраный... Склеп. Ага, Мойлер. Это история некой девочки, живущей в неком мире. Из-за своей болезни девочка всегда была одна. Но вот однажды она получила приглашение. Что-то мрачное, мрачное... В том мрачное, мрачное воскресенье на девочке было черное-черное платье. Потому что она была приглашена на похороны. Какое веселое приглашение. Прям повод порадоваться, в кавычках. Первый раз в жизни она увидела ящик, называющийся Грубом. Но той, кто лежал внутри, был изящный макияж, как и подобает отправляющимся в свой последний путь. Ее окружали цветы и памятные вещи. Приглашенная на похороны девочка была очарована этим зрелищем. Ах, вот бы у нее были такие же прекрасные похороны, подумала она. Минуло немного времени, и однажды девочка получила подарок. Великолепное старинное зеркало. Девочка поблагодарила дарителя, думая, что он, возможно, является членом семьи усопшей, которую она провожала в загробный мир. Каждый, кто смотрел все это зеркало, чувствовал необъяснимый страх, но... Девочка любила его. Она практически не могла оторвать от него взгляд. И постепенно зеркало стало ее другом. Ей, эй, зеркало! Эй, милая я, что внутри зеркала! Эй, милая я, зеркало! Сегодня я подобрала умирающего черного котенка и плюшевого кролика. Так давай же устроим прекрасные похороны, такие же, как тогда. Господи, животное-то тут при чем? Ну, котенку наверняка будет грустно и одиноко в гробу. Вот бы у нее был друг, который был бы там вместе с ней. Когда-нибудь я тоже умру, и тогда... И когда это произойдет... Кто же будет в гробу вместе со мной? Блин, ну и жуть, а! Кошака-то спасти можно, нет? Как холодно! Это не становится вспоминанием. Но... Я не хотел бы вернуться туда. Не так давно я ощущал этот холод и безжизненность день за днем. Я чувствовал, как моя душа словно умирает с каждым прошедшим мгновением. Брошенный и, скорее всего, забытый. Бездомный, без причин существовать, без воли к жизни. И пусть даже кто-то иногда все же играл со мной. Каждый раз, когда они уходили, я лишь чувствовал себя еще более безжизненным. Но однажды пришла она и спасла меня. Розе забрала меня отсюда. Поэтому теперь мой черед спасти ее. Все-таки кто этот Шуни? Ну, это комната. Она выглядит точно так же, как та, где я впервые встретила Розе. Много разных людей приходят сюда, чтобы встретиться или попроститься друг с другом, в том или ином смысле. Кто-то из них однажды оставил здесь плюшевого кролика и, судя по всему, не собирался возвращаться за ним. О, бедный кролик, тебя кинули, да? Понимаю, братан. Я думал, что его, видимо, выбросил кто-нибудь из детей. И на всякий случай захоронил у себя. Однако вскоре после этого кролик внезапно исчез. Он вернулся домой мстить бросившему его ребенку. Я бы тоже так сделала. Кто знает, может, его забрали домой. Наверное, даже у старых игрушек судьба порою делает резкий поворот. Впрочем, не обязательно крча... А-а-а... Зеркало... Где же воспрятали зеркало, ведущее наружу? Где? Значит, Димон тоже ищет зеркало, чтобы выйти отсюда? Прекрасно, он сходится цель. Я все равно забью все выходы. Зеркало... Зеркало, зеркало, ответь мне. Что ты сделали с котенком? Нет, нет, ведь что я это переживу. Животные должны жить вечно. Тогда она пыталась спасти Розе. Угу. А демону, похоже, нужно найти лазейку, чтобы перемещаться туда и обратно. Она хочет заменить Розе, а значит... Та девочка и не пыталась запереть нас здесь. Она разбила зеркало, чтобы не дать демону выйти в наш мир. Все ради того, чтобы удержать эту сущность здесь. Она до сих пор не убила нас лишь потому, что... Если Розе погибнет до того, как покинет зеркало, демон не сможет помняться с ней местами. У нас все еще есть шанс выйти. Но я не знаю, где скрыть настоящий выход. Но все-таки, почему она не дала нам пройти через то зеркало при нашей первой встрече? Здесь явно скрыто что-то еще. Да неужели Конан детектив? Та девочка, мы вместе угодили в одну ловушку. А значит, она сейчас должна быть где-то рядом. Угу. Сегодня меня посетила семья. Похоже, их ребенок пытался вызвать демона в зеркальном коридоре. И в итоге оказался порабощенным. Удивительно, бля. Поэтому они и попросили меня провести экзорцизм. А ты экзорцизм, что ли? Но если я просто изгоню его, он захватит кого-нибудь еще. Что придет к еще большим жертвам. Ну, типа, в куклу загони. Типа, куклы полые, и поэтому их используют для того, чтобы изгонять в них духов из людей. Разве нет? Потом просто куклы очищают, или оставляют как есть, просто запирают. Или типа, это не так работает? Сколько я знаю, это так именно и работает. Демон питается душами и так наращивает силу. К счастью, никто не пострадал. И поэтому сейчас, пока он слаб, я решила заточить его в зеркале. Но зеркало тоже, в принципе, хорошее вместилище, но не стопроцентное. Сосуд вроде куклы, он более, скажем так, подходит для изгонения демонов. Сегодня я провел похороны члены семьи, что когда-то просили меня изгнать демонов. Хотя, может быть, речь о серебряном зеркале? Да-да-да, тогда все сработает как надо. Я своими глазами видел, как почившее дитя, отошедшее в мир иной, их почившее дитя, отошедшее в мир иной в благочестивом умиротворении. Умерло, что ли? Да. Нет, не умерло, на самом деле. Она просто притворяется и ночью встанет. И скажет, где мой стражник. Сегодня его семья вновь связалась со мной. Что случилось с зеркалом, куда был заперт демон, спросил я. Его нет, зеркало исчезло. И оно отправилось к Розы, да? По словам скорбящей семьи, кто-то из гостей выразил благодарность за зеркало, но они не помнят, чтобы отдавали его кому-либо. Едва слышу слово зеркало, я тут же понял, что речь идет о зеркале с демоном. Проблема, однако, заключается в том, что они не знают, к кому оно попало, хоть и опросили всех присутствовавших. К счастью, демон был заперт в зеркале, будучи ослабленным, пока он в нем навредить кому-либо не способен. Ммм, да ты что? Чисто психодал, да? Чтобы вновь обрести силу, демону нужна душа, поэтому все будет в порядке, если только кто-то не предложит ему свою душу. И таким кто-то оказалась именно Розе. Задвинься обратно, сука. Ну что, Буль-Буль? А ты налегке путешествуешь, да, чувак? Шуни-шуни. Ты любишь путешествовать налегке, да? Ладно, не будем лезть туда, куда не дадо. Чё это? Глассите мне весь список условий. Дель заперта наглухо. Угу. Тамо оно блестет. Яви свою истинную форму. Большое зеркало. Яви свою истинную форму. Что бы это значило? Может мне нужно пододвинуть сюда одну из этих статуй? Ну что, если статуи на самом деле ловушки? Думаю, лучше сначала проверить, есть ли между ними какие-нибудь различия. Ладно. Мне нужны две загадки. Нет. Хотите подвинуть эту статую к зеркало. Как это решается? Отдай мне свое сердце, свободное от лжи. Большие весы. Справно на них лежит перо, а слива ничего. Свободное от лжи. Что бы это могло значить? Наверное, не следует сделать что-то с этими статуями. А что, если статуи на самом деле ловушки? Пожалуй, перед тем, как что-то трогать, нужно сначала их от с ума смотреть. Статуя вкраплен в самоцвет в форме сердца. Это чисто и наугад, что ли? Нет. Самоцвет в форме сердца. Так, и как это решается? Есть подсказки какие-нибудь? И вису истинную форму. Сейчас сначала проверить, есть ли различия между статуями. Вроде они все одинаковые. Типа со стороны. Но он не дает мне осмотреть. А, слушай, отражение в полу. Точно. Да. Двигая эту. Ну? Готово? Я надеюсь, что я все сделала правильно. Теперь нужно убираться отсюда и побыстрее. Не надо на меня смеяться. Плохая идея. Так. Значит, статуя та, которая вот с этим сердцем. Получено сердце. Ну? Триньк. Надеюсь, это оно. Теперь нужно убираться отсюда. А! Не надо мне! Не надо мне. Пожалуйста. Фух. Давайте на этом закончим серию. Это был канал Накомис Продокс. Игра Демон Зеркало. Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Если у вас нет совести, то мне очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошее время провождения. Слушаю вас в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok